Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Слава Богу, Богу живому! Слава Богу на веки веки! Аллилуйя, слава святому! Аллилуйя, слава веки! Слава Богу, Богу живому! Слава Богу на веки веки! ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 как тот, кто не видимо его бачить. Верною, справа Він в Пасху и покропление крови, чтобы их не торгнулся той, кто погубил первороджение. Верною, они перейти Червона моря, не в Суходолова. На что, спокусившись, Еревья не потопились. Верною, упали Яриконские мури, посемеденним обходжений их. Верною, плод лицарь храм не смеялась неверным, когда с миром приняла медвітовича. И что еще скажу, «Бо не стане часом, чтобы рассказать про Эгдеона, Барака, Самсона, Евтая, Давида и Самоява. Та про пророков, что верно в царство покрывали, правду чинили, одерживали обидницы, пащи леон завороживали. Силу огненного силы утекали від вість немечами, смецнялись от слабкостей, хоробли были на льні, обертали в розтяжку, кучу земців. Женки діставали померли в своїх з воскресенья, а інші бували скатовали, не прийнявши визволенням, чтобы отримати краще воскресенье. А інші ті стали на рулі, таро, карани, а також кайдани в язниці. Каміння мобильки бували, добитовани, перепитовані, умирали за румані мачем, тинялись овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпені, ті, що світ неважно були. Тинялись по пустиннях та горах, і по печерах та проваллях з них. І всі вони одержався за свідчення вірою, бо бідниці не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Сьогодні перед нами постає питання, чи віримо ми в Бога живого, чи віримо ми в Бога, який просто на папері. І колись в селі, я ще, коли пам'ятаю, часто в розмові з старшими людьми, православними людьми, коли ми говорили про те, що вам потрібно покарятись, вам прийти до живого Бога, прийняти живу віру, неформальну, нехождіння в церкву. І знаєте, яка була відповідь? Що ми не можемо поміняти віру своїх батьків. І стає логічне запитання, чи можна віру міняти? Якщо ми вкриваємо перший текст цього ж розділу, то він говорить так, віра до підстави сподіваного доказ не бачена. Як можна поміняти її? Тобто віру поміняти неможливо. Віра або існує, або її немає. Твоя віра або є жива, сильна, або в нас мабеньки, але чоловіки. І віра змінює життя. Віра змінює наш побут. Віра змінює взагалі наш свідомир. І коли ми дивимося на людей, які в неї, від Бога, то їхні стих життя, їхня поведінка, їхні вчинки, вони суті. Вони знялися на тих людей, які вірують. І в цьому тексті ми прочитали просто бездіч доказів і реальних історій людей, які вірили в цьому Богу. Які своєю вірою творили чудеса. Іноді, коли ми думаємо категоріями віри, то вона суперечить нашій здоровій логіці. І, наприклад, коли ми говоримо на те, що віримо в Бога живого, що після смерті ми будемо мати, після життя, що нас чекає рай, а когось бекло. І нудрі, які не віриють, вони дивляться на нас і кажуть «Докажи». Покажи мені небо, дай його попробувати, покажи мені відео з неба, може хтось, хтось присилав. Давай. Нічого такого ми не знаходимо. Але ми віримо. Інший текст Піблії говорить про те, що віра відстуне. Отже, якщо віра – то є доказ небаченого, впевненість наша в тому, що не відбулось, і підстава з подівоком, тобто ми про щось почули, щось в нашій уяві заводилось, і ми віримо, що так відбудеться. Навіть якщо до Бога не вікувалося досі. Це є віра. І насправді, коли людина вірить в щось, часто дуже таких, я б сказав, занадто вір, до неї вірі, ми називаємо скептичну, що не відносимося. Бо ми не віримо, що то може відбутись. Але на сторінках Піблії ми знаходимо просто безвідь прикладів, коли віра працювала. Коли віра спрацювала супроти законів фізики, законів логіки, законів будь чого. І ми знаходимо навіть тік-текст, і я часто над ним роздумав, що навіть якщо будеш мати таку віру, щоб гори не пересподлялися. Я на вас кажу, боже, гори не пересподляли. В чому зв'язку? Наші карпатські гори довело б перевісти десь близько до віру. Це було б непогано, ми мали мати віру, але логіки в цьому немає. Але Біблія говорить, що така віра здатна. Віра здатна, чому не є. Коли ми читаємо текст про те, що Петро йшов по воді, то ми не будемо по воді. По воді ходити неможливо. Це суперечить закону, це суперечить закону, і зрештою ми не бачили такого у своєму житті, що хтось просто просили на мави, що ми по воді, по верхній води. Але таке відбувалося. Чому? Тому що Петро пункє. І ми знаходимо ще декілька прикладів, які говорять про те, що, наприклад, Давид доганяв лева, і з пасті його забирав ягня. Я в своєму житті бас корів, і часто, або собаки, великі були, і вони часто кусали корів, і ми навіть не сміли підходити в той конфлікт, втручатись якось. Чому? Тому що собака велика, вона набагато сильніша, а це лев. Я думаю, багато з нас бачило лева в зоопарку, і ми собі уявляємо, що лев – то просто надзвичайно сильне твариня. І Давид доганяв лева зараз лів'якан. Можливо, як я був на тому місці, я би сказав, слава Богу, що одне за правдю, більше не пошкодить, хай забирає, і тікає. Але Давид так не думав, тому що Давид був людиною віри. І така логіка в тому, що Самсон виняв браму в міську. Можливо, хтось був у нас, з вас, на золотих воротах, і бачив, приблизно, як виглядали старовинні міські двері. І Самсон взяв, зняв ці двері, бо місці на ворогі. Яка в цьому логіка? Логіки ніяк. Просто Самсон був людиною віри. І він міг це зробити. Він мав силу, і він це робив. Тому що Бог узнив, і він його підкріпляв. І ми знаходимося бездість, бездість прикладів, коли віра працює. І для чого нам потрібно віра? Віра дає нам відповідь на багато запитань. Наприклад, де ми будемо, де ми обидимось після смерті? Або з Вінки ми прийшли? Можна багато говорити на цю тему, особливо з селякими скептиками. І коли я говорю з атеїстами про створення світу, то мені дуже подобається той факт, що у своїх рекомендах вони рано, що гнездо заходять в тупіх. Бо ти їм задаєш запитання, на які вони не знають відповідь. Вони понизують плечі, майка, що я не знаю, але зрештою мені не цікаво. Їм не цікаво, але питання і своє, а відповіді немає. А християни, ті, хто вірить, ті, хто повірить в Бога, ті, хто сповідують і живуть законом Реса, вони знають, що їх очіжить. В них є відповіді на всі питання їхнього життя. І ми з речікою знаходимо ці питання на сторінках Біблії. І вони посилюють нашу віру, тому що ми читаємо історії таких подібних до нас. І на цьому розділі ми прочитали, що супроти, за когої фізики Сара народила дитику своїй значності. Це не мало відповідь, але це від когось. Тому ми маємо відповідь з вірою, ми маємо відповідь на багато запитань. Часто ми в своєму житті розчаровуємося, і віра зникає. Віра зникає від того, що не відбувається, щось, про що ми так довго в Бога просили. Наприклад, намолимося давно за своїх, якось знайомих, чи рідних, які не є з Богом. Ми віримо, і молимося перші рік так активно, ми віде впевнені, ми відчуваємо просто, що Бог вийде на зустріч, і почує нашу потребу. Ми молимося рів, молимося два, молимося три, п'ять, на десятий рік наша віра з'ясає. І приходить відчуття, що Бог нас не чує. Але, коли ми дивимося на сторінки писання, і читаємо історію Авраама, Бог пообіцяв, його подобості, більше, ніж пісок на березнове. І Абрахам просив все своє життя, і він того, Бог сподів, не побачив такого волинства. Він бачив ту обідницю, він прийняв її, він наче відчув, що воно відбудеться, але протягом свого життя він її не побачив. Своїми очима він не побачив. Так багато людей, які пішли від нього, але він зробив все, що від нього вимагав Господь. І навіть такі радикальні, мальтозни, і такі вчитали. Бог йому пообіцяв, що через твого сина буде потомство твое. І потім Бог каже, вимагав Господь і вимагав Його в жертву. Уявляєте, єдина надія, єдина підстава, якась причина, за яку можна зачепитись, що справки, те, що Бог пообіцяв, воно відбудеться, і все ж народився. І Бог каже, вимагав Син, що в нього нє. І ви уявляєте, якою була син на віра Гавра, що він бере свого сина і веде на жертвів. І він був готовий, де зробити. Просто Бог його зробив в тривний час. Він сказав, що я переконався, що твоя відкреси, що те, що ти сповідуєш, воно не просто на словах, воно є на ділі. І ще багато запитань в своєму житті ми можемо мати, можемо отримати. І факт, віримо ми чи ні, змінює наше відношення до якогось події. І той факт, що ми, якщо віримо, ми молимось на фенет, ми молимось часто, зранку, покидів, печки, ми в руку спотребу влагаємо Бога і знаємо, що Бог почує. А коли наша віма слабає, ми не молимось, ми згадуємо Божий, нам дурож бути, знаєш. І ти знаєш, що я не проти, щоб покаялись всі мої рідні, щоб покаялись мої сусіди, щоб наша церква збільшилась, щоб прийшло ще більше людей до тебе. Але на все, хто не доволене. Знаєте, так волен це всі. Біблія нам говорить про те, що ти віриш, що я Бог, ти віриш, що я сильний, що я тебе створив, що я тебе можу знищити. Ти віриш, добре робиш. Але навіть більше віри. Більше того, більше віри, більше того, ти якщо це просто робиш, ти віриш, це ще головина твоєї, головина твоєї відповідальності. Біблія говорить, що без віри догодити Бога неможливо, а інший текст, який записаний, після віри до якого, варя. Другий розмін, 18 вірш. Але скажи хто-небудь, маєш ти віру, а я маю віла. Покажи мені віру свою, без діл твої, а я покажу тебе віру з тим відділ мої. Чи віриеш, що ти покшу поводин, добре робиш? Але йде ж не віру в дітенька? Чи хоче знати варна родина, що віра без ділу не? Коли ми говоримо про те, що я віру в Бога, що я хочу, щоб у Їх близько спасти, що я така добра людина, що я все сповідую, що не добре все, але віри, я говорить про те, що якщо ти просто усталость своєму визнаєш, то це все мало. Ти маєш наділя довести те, що ти віриш в це. І на прикладі того, якщо ми потребу якусь маємо перед Богом, якщо ми віриємо і хочемо, що Бог їй дал, то ми маємо не падати духом, а продовжувати молитись. Навіть якщо пройшло дуже багато років, навіть якщо твоя віра згасає, ти маєш навчинках довести в тому, що твоя віра є сильна, що вона існує, в тому, що ти віриш в Бога. І коли ми говоримо загалом про християн, для невірючих людей є те, що ми щоразу входимо на це. Щоб почути, Слово Боже, щоб ми підкрепили свій дух, підкрепили свій тіло, свій розум, збагатили. І це є якимось, якоюсь частинкою, доказу того, що ми віримо. Без віри важко працювати, без віри важко живти, без віри важко взагалі будь-що робити. Особливо, вчинки, які не є якимось, скажімо, прибутковими. Без віри важко хоч що починати. Наприклад, коли ми задумали отак знімати кришу, і ви пам'ятаєш, що декілька тижнів в шок дощ. І здоровий розум відказує, що сезонно з чиму це не розуміє. Але віра говорить, зворот, віра каже, що не будь-що. І Бог виконує, бажані серця. І коли ми підходимо до якось складного питання свого життя, то ми розуміємо, що віра говорить одне. Віра говорить, що Бог здатний зцілити. Віра говорить, що Бог здатний поплекити до покаяння твого і гостерівного близького. Що Бог здатний змінити твій світлих життя, що Бог може послабити хорошу роботу, влаштувати твою сім'єю за необхід. Віра говорить, що це можливо. А іноді спектичний наш розум і наша логіка людська говорить, що вона може вже директується, а може вже ще щось не буде, а може ще щось не станеться. І ми часто занепадаємо по духам, втрачаючи віру. Але віля нам говорить про те, що правитні вірою жити. І не просто жити, а спадкує спадкує небо. І я вже сказав про те, що вірили іні набагато наших запитань в житті. Де ми будемо, яким будемо і з ким. І останнє, що я хотів би сказати, що віра змінює наше життя і безпосередньо впливає на стиль і якось нам в життя. Чи зустрічали ви людей, які в широкій своєму житті? Чи полобаються вони вам? Вони ні в що не вірте? Вони не віряті ні в країну, ні в людей, ні в те, що щось відбудеться, ні в свої справи не вірить. Вони не вірять дати самого себе? Чи добре та, чи динно? Как вы думаете, я думаю, что вы думаете. Потому что вы разочарованы люди, они сами не нравятся. И когда вы разочарованы, то ты не сделаешь свою великую справу и не выполняешь свой письмь из Назахи. Потому что у тебя нет натхнений. У тебя нет веры, у тебя нет сил. И если вы встречали людей с опалкой эфировой, которые натхненны делать свою работу, они просто начали укреплять. И в своем жизни начали додоровать в их сердце. И в своем рухе. И мы читаем на старенькая Библия. И когда Давид пришел до своего войска, до своих братьев, проведать их. И глянул на того величезного солдата. И как вы думаете, что его заставило идти и бороться с ним? Вера. В него уже был доступ. Он уже победил. Он уже победил. Он уже много что делал в своем жизни. Он знал, что если он будет иметь сильную веру, то Бог даст руку его до того врага. И, наконец, Давид перемехал. Давид в своем жизни очень много победил. И основой для его перемоги была вера. Он верил в то, что он делал. Багато мы находим на сторонках Библии, например, Таеннику. Когда он пришел до своего города, своей страны, она была полностью сруйнована. Так там жили люди, которые не верили в то, что эти мури можно відновить, что можно відновить державность своей страны. Они просто не верили. Мы пришли, ходили, смотрели на это все, жили, как говорят, а мы день до вечера. Но Крещов наемный, и он имел много веры, что Бог поможет ему это сделать. И когда он начал это делать, он снова вернулся. Он снова вернулся державность своей страны. И пришли враги и сказали, что мы располагаем. Перестаньте это делать, потому что мы располагаем. И что сказал наемный? Мы будем все это делать. Даже если в одной руке нас будет мить, а в другой мы будем майструвать эту стену, мы все равно это будем делать, потому что он имеет твердый мир и знал, что его Бог будет с ним. И одна история, когда израильский народ пришел до стены Герихоу, и Бог говорит, что ходите на эту стену, где-то, где-то, и я дам декретное место, я дам вашу руку. И я себе уявляю такой день. Ходят из ребятами около этого места один день. И жители этого места бабушки взорваются на стену и думают, что что-то не так. Здоровая логика говорит о том, что что-то с ними не так. Что-то недоброе с ними происходит, они второй день ходят, спиваются, глядят, третий день ходят, четвертый день ходят, пятый, и на седьмой день стены Герихонские упали. Почему? Потому что с ребятами мали веру. И мы даже говорим о том, что люди говорят, что даже вера в человеке сдавляться на стену Бога. Если мы говорим о том, что сначала вера, потом починки. И мы читаем одну историю, когда Рок Йона пришел в место Неневию, и он сказал, что еще 40 дней, и место Неневия будет разрушено. Это сказал Господь. Пророк Йона передавал пророчие слова от Бога. Чи мах Бог плани зруйнувати Неневию? Он сказал, что через 40 дней будет место зруйнувано. Но не девятяне, почувши слово, они сприйняли это и поверили в то, что Бог, возможно, зруйнувается на них. И изменит свои плани. После того, как они поверили, они начали что-то сделать. Они сказали, что мы будем смиряться перед нашим Богом. Мы будем окаживать, спросить, пробачивать. Можливо, Бог зруйнувается. И что? И Бог сменив свои плани по отношению до целого места. Если мы будем мать твердую веру, а не скептичную веру, если мы будем воспринимать Слово от Бога и веру в своем жизни, его в своем жизни и застосовывать, мы должны сменить много своих жизней. Мы должны сменить не просто свое жизнь, не просто свой попут. Мы должны сменить историю людства. И мы на Библии читаем много таких людей. Мы даже в современной истории, это постбиблийный период, мы можем много и мы можем много поменять людей, которые воспринимали веру и изменяли весь попут, целых стран, целых цивилизаций. Если мы читаем историю Мартина Людина, это просто невозможно. Была машина, вот та церковная машина, которая была и иснувала в тот час, она была просто навстречально потужной. То есть, влада и церковь в этих руках – это просто что-то реально. И один простий конат поверил в это слово «Живе». И он перекладывал его без своего народа. И сказал людям, читайте и веруйте в него. И вера заменить ваше жизнь. Вы не просто будете платить деньги за индульгенции, вы купите себе какое-то там место на нем. Теоретично платите за то, что фанты обеспечили и забронювали какую-то территорию. Вы просто будете мать безусловно. Ваша вера заменить ваше жизнь. Вера этого монаха изменила не просто життя немецкого народа. Вера этого монаха изменила истерию целой Европы. И сегодня, когда мы святкуем реформацию, 500 лет реформации, и мы так часто слышим от наших политиков, что мы хотим идти в Европу, то Европа в часах Мартина-Лютера, вот она сегодня. Эта Европа, как раз, фиальность того монаха, вот и результат, результатом теперешних стран. То есть эта женщина заклала подвалы, которые еще не могут сруйнувать, те, кто желает сруйнувать. Подвалы и предыдущие основы, которые заклала монаха Мартин-Лютер, они еще существуют в этой стране, как основа державности этой страны. Поэтому вера изменяет наше жизнь. Без веры важно жить. И без веры жить не цикаго. И когда мы читаем текст, и записываем в 10-ти ростов, 36-ти вирши, «Бо вам терпеливость нужна, чтобы Божью волю ученики приняты в источник. Бо еще мало, и тот, кто должен прийти, прийдет и Маратин-Лютер не будет. А право в нем жить и мы верим. Когда кто хитается, и когда за китайцами, то душа моя не понравится. Мы же не из тех, кто хитается, но верим на спасение души. Без веры есть перспективы в нашу Майкуту. А без веры очень больно и скорботно на этой земле. Поэтому нехай Бог поможет нам быть людьми веры и доводить свою веру на реальных действиях и на нашу реальному повседневную жизнь. Хай Бог на Си-плосной. Аминь. Хай Бог на Си-плосной. Аминь. Хай Бог на Си-плосной. Хай Бог на Си-плосной. Хай Бог на Си-плосной. Хай Бог на Си-плосной. Умирай воскресенье. Не убивай любовь, Належь на земле, Воскресство на третий день. Я желаю любовь во мне и тебе, Мирею славе тебе. Я у него, как море окуну, Белые одежды обреку, И расправлю крылья над землей Будет слону с тобой. Не убивай любовь, Належь на земле, Воскресство на третий день. Не убивай любовь во мне и тебе, Мирею славе тебе. Не убивай любовь, Належь на земле, Воскресство на третий день. Не убивай любовь во мне и тебе, 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 Мирею славе тебе. Не убивай любовь во мне и тебе, Мирею славе тебе. Субтитры делал DimaTorzok Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Часто в нас великають різні дискусії між представниками різних поколінь. Дякую за перегляд! 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 Дякую! Дякую за перегляд! 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 много критики, много разочарования, это как раз это поколение, в них вы больше прошли всякую критику. Говоря про семейный институт, если мы говорим, что переднее поколение это была сильная семья, еще попереднее там была сильнейшая семья, то как раз это поколение Х термит величезную критику семейских семьях. Сам из этого поколения начинается крак с семьями, те самые гражданские шлюбы, которые сегодня наобили много людей, особенно для детей. И вы посмотрите, посмотрите на тех людей, которые у вас в этом веке находились. Не одно одружение, а каждое одружение это новые проблемы, это новые конфликты. И жертва, звичайно, это дети, которые не живут своими батьками. В этом поколении, наиболее, это поколение не хочет детей. Они боятся детей. Они критикуют других, кто наобили детей. Мы говорим сейчас про загальные тенденции, которые спостерегаются в сосудестве. Если говорить о их отношении к работе, то как раз в этом вопросе у них есть певная стабильность. А если они взялись за их профессию, то они готовы працювать, працювать, все життя працювать, чтобы гроши продали. Ну вот такие особенности данного поколения. Поколения Х. Это поколение Х. Это поколение Х. Это поколение Х. Это поколение Х. Это таки скрила молодежь, с которой мы сегодня должны правы. Они сегодня входят в жизнь, говоря за нашу законную сферу, входят в скучение. И вот одно интересное исследование, которое было проведено, это тоже социологическое исследование, которое малюет портрет украинской молодежи. Я хотел бы для вас представить, чтобы вы понимали, чим сегодня живет наша молодежь. Это загальные цифры, но они тоже относятся. Мы не живем, как первую очередь, изольованного социолога. Мы належим до социолога, поэтому мы должны понимать, что происходит в социологии. Потому что то, что происходит в социологии, оно происходит и с нашими детьми, и с нашими молодыми. Оно впливает. Абсолютно впливает. 91% из них пользуется соцмережа. Это означает, что практически они полностью заводятся в этой виртуальной интернете. Это то, что это часть их жизни. И мы ничего не можем сделать. Мы это должны приймать, как факт. 80% из них, как видите, великого пациента, никогда не признавали дискриминацию. Например, они не знают такого понятия «гонение за виру». Они все это не знали. Я когда встречался с таким человеком в Штатах, он спросил, что это такое? Что это? Что это за то, что «гонение за виру»? Потому что я еще с того поколения, я еще не знал такие вещи. Но это молодое поколение, они не знают, что это дискриминация. И когда они встречаются с какой-то несправедливостью в отношении детьми о зависимости, у них возникает великий конфликт. На самом деле это интересно. 50% из них пользуется, что это означает, что это «гонение за вирус». Я сгадываю свои встречи с вирусниками, и когда я спрашиваю, я спросил, что они «гонение за вирус». И каждый рассказывает, что он такой «в церковь ходит». Мы поговорим с молодыми людьми, они не считают, что они знают, что винить Бога, что они люди релігийные. Молитвы, знания. Оказывается, 50% молодых людей вважают себя релігийными релігиями. Но это 50%. Но это 50%. Дальше, наступная цифра 46%. Они вважают, что «гонение за вирусник – это 25 лет». И еще и попередние поколения, они уже спешили в этих вопросах. Сегодняшние поколения с не более 40% они не спешают в этих вопросах. Они очень готовятся. И так далее. Другой, 18% – каждый пятий никогда не читает книжки. Никогда не читает книжки. Чи это означает, что никто ничего не читает? Нет, мы не читаем. Не надо что читать. Но с интеллектуальным развидом есть какие-то вопросы. Потому что компьютеры, они гальтуют интеллектуальный развид, на самом деле. Поэтому проблемы с успешностью, серьезные проблемы с успешностью сегодня у этого поколения. Но она у них не хвилюет, меня это не сметает. Это торкается по полю попередней. Они говорят, почему вы так не хотите учиться? Они говорят, что для чего нам учиться? Если можно не учиться, то можно жить. И заходить. Из них лишь 33% считают интеллектуальный развид. Потому что они считают, что да, мы можем что-то взять в заклады. А другие они находятся в том, что мы правдаем. Чтобы объяснить, что они не учились. И так выглядят как поколение игр. И продолжаем говорить о нем. Это люди самостоятельные в своих действиях. Они интеллектуальные в своих духах. Они не радятся. Они не считают, что это нужно. Они не могут принимать решения. И не важно, насколько они правильные. Они выбирают между обувистью и почувствами. Хочу, не хочу. Любят свободу и не хотят быть привязанными до будь-чого. Даже когда это нужно. Они не хотят работать. Они не хотят работать, но хотят развиваться. И когда они работают, то работают, чтобы ядрость живы. То есть, по минимуму. Не ставлю себе какую-то ассортливую стандарту. У них есть серьезная проблема с признанием авторитетов. Когда ты ему скажешь, что ты понимаешь, что я надеюсь, что я с тобой старший. Ну и что? Для них просто работать за гроши – это депрессия. Они считают, что работа должна приносить задовольствие. Если у моих поколений оно работает, потому что нужно работать, потому что нужно работать, потому что семья, потому что жизнь этого заставляет. Тебе не хвилюет. Если у них эта работа нравится, или не нравится, то нужно работать. Поколение Y оно так не признает. Они легко могут подъединить работу. Потому что им что-то такая дребничка не понравилась. И они желают другую, которая им понравилась. Это поколение очень зависит от брендов. Они просто помешані на бренду. Они готовы выпластили на основном шею, чтобы без бренду хватить. Это их особенность. Это их, скажем так, славкость. Чего не скажешь по-другому, для которых это не важно. И, понимаете, когда я разговариваю все вещи, все характеристики, то каждый из этих пунктов, он рано или поздно, где-то в нашей жизни получает правильное понимание. Это люди, поколение X, они хотят виттєвого результата. Не считают, что жизнь занадто короткая, потому что нужно все это сделать. И чтобы шерчить лучше. Частина стихи на манере, частина на потяги, а частина не вдахи за выбором. И, естественно, за выбором возможно. Сегодня вы можете встретить таких ледерей. Они сами выбрали таких ледерей. И им это готово. Вот в чём детали. Потому что из них есть разные категории. И, конечно, мы подходим к последнего поколения. Самое интересное поколение и самое интересное новое поколение. Особенно для... Вы понимаете, чем больше раздражений в поколении, тем больше конфликт возникает. Час по часу. В розумении нового поколения. Поколение церкви. Это те, которые родились из 2000-го года. Близно первого. И далее. И вот чипано характерно. Во-первых, это те, что... Это люди, которые родились в цифровом свете. Они 5-8 часов проходят с канцетом. И мы часто маем на них претензии. Мы не понимаем, как это можно. Мы вчера с Бутаной говорили, что это люди, которые... Многие из них даже не знают такого слова, как «касета». А «бабина». Это вообще не надо думать, чтобы понять, что это такое. Я добавлю от себя даже своя мова. Свои термини, которыми они используются. Например, когда я говорю слово «пост». Что мы думали «поколение Х» и «поколение Земля»? «Поколение Х» мы думали, что это духовная практика. Когда есть лишние вещи. Но «поколение Земля» мы думали, что это написание. Как ты делаешь дискуссию с нами, с другими социальными бережами. «Забоснити», каже. Это один из примеров. У них своя лестница, у них своя мова. У них, до речи, характерна мінімализмом. Усе скрочене до минимума. Коп, Девик, Буфик и так далее. И они условные, что они могут. Это люди, которые гарантированы своей интелерантностью. Або отсутствием принциповой импозиции. Поэтому им важно принадлежать решение. На передвижение. Запитываешь. Ты едешь в МАК. Ты едешь на конференцию. Не знаю. А когда будешь знать? Не знаю. Им важно подозначать все в жизни. Им совершенно не понятно, что им понравилось, а что им не понравилось. Когда ты делаешь какие-то испытания. А что тут такого? У них широкие, но не глубокие знания. Как говорят, они на уровне Википедии. Они не могут эффектовывать того, что старшие не имеют глубокие знания. Хотя они не настолько информированы современными технологиями. Они характерны безответственностью. Когда ты делаешь неважность, кто-то это не сделает. Я забыл. Я проспал. Я проспал. Они так звали кліпове мислення. Они не станут принимать много информации, но очень короткую информацию. И поэтому сегодня, вы знаете, что самая популярная информация и она идет через YouTube, через технологию YouTube. Короткий видео сюжет, где очень быстро поменяются картины. И они должны быть ястрадными. И они в этом живут. Принцип рекламы. Все очень быстро, но максимально. У них так звана лайкомандувация. И они готовы на неймоверное, чтобы больше лайков поставили, говоря мовою поколения попереднего, чтобы их больше похвалили. Они очень зависит от того, чтобы они сами этого не успроют. Они очень мешаются тем, что их пометали, и их хвалят. Если этого не забывается, у них депрессия. И кто-то даже ценой жизни платит ради этого селфи, которые потом кому-то, возможно, понравятся. У них нет авторитета. Так звана «відсутность иерархии». Мы уже говорили, что в поколении попереднего поколения игр тоже это спостерегается, но все это особо спостерегается. «Відсутность авторитетов». И для них, чтобы встать авторитетом, я не могу много попрацеловать, потому что у них много конфликтов, особенно в учебниках, в школе, вчителях. Я помню, я бывал на батьковских сборах, где вчители, они йли на радикальные меры. Они выкликали огонь, они выкликали бедки, они ставили одних переходных, так сказать, в лице, в лице, и пытались таким чином что с ним объяснить. Но результатов не было. Это поколение живет под великим крислом и великим отвлеком. И неизвестно, как они уйдут в свой средний вид. Говоря, что это доходное життя гарантировано великою поверхность. Знание Бога. Знание Божьего Слова. Когда вы разговариваете с этим поколением, вы не думаете своими вопросами. Такими поверхностными вопросами. Еще я хочу сказать, что у этого поколения очень короткая память. И поэтому им приходится все записывать, чтобы не забыли. Если вы не забыли, то есть гарантии, что они сделают то, что их попросили. Я вам сказал, что они имеют великий потребный поход. Это говорит о том, что это нужно знать, это нужно враховывать. И когда вы повышаете походите, каким образом, то вы можете надеяться на лучший результат. И для поколения попереднего это не понимает. Попереднее поколение оно подходит до безграничных отношений за его отношения. Но это правда. Они очень независимы. Они мало спрашиваются, спрашивают, задают вопросы. У них есть Google. И любое вопрос, они знают, что это не не всегда не всегда есть в том Google. Но и это мало фигурирует. И поэтому, когда разговариваешь, вы видите, что взгляды на речи совсем меньше. Когда говорите за сильные стороны из этих последних двух поколений Игра и Экзет, вы видите, что это за поколения, стоит сказать, что через 3-5 лет это те люди, которые фактически сделают наши позиции. Ключевые позиции в общество, в церкви, в священнии. Мы должны раховаться с этим поколением, что воно, хай воно и отрезняется. Они экспериментаторы, они мают много идей, много пропозиций. Фактически они сегодня двигают жизнь, мы живем. и когда мы им помогаем их 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 вид, они могут восьми, восьми, восьми. шире видят життя, это правда? Это молодая поколения, которая сегодня выросла. они меньше толерантные, они меньше секторские смотрятся на жизнь, они меньше консервативные, у них более шире на речи. Если попереднее поколение, особенно когда мы говорим за эти нижние, какие-то консервативные. И сегодня много дискуссий между одним и другим. В питаниях в христианстве мы часто с этим встречаемся. Молодое поколение воно мае нечто большее. Далее, наступная характеристика, может, и старшие не понимают это слово, они понимают тренди. Они понимают те, что сегодня популярны. Даже выборы профессии, они будут делать то, что принесет на них какой-то достаток скажем так. Далее, они могут быть ревними на ревних. Ну и остальное служение это люди еще в доме сидят. Сидят знаете, где сидят. все 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 Я понимаю, что сейчас у вас возникают абсолютно разные духи. абсолютно разные отношения до того материала, до той информации, которую вы сейчас чувствуете. Но я хочу сказать, как человек, которая имеет отношения чтобы я в этом скучал есть вещи, которые нужно знать нам просто как людям знать, а тем более как виноват. что поколение поколения поколения есть разница. И для того, чтобы поколения не тратить, то нужно в первую очередь понять это поколение. Выучить это поколение. Мы с вами маем справа и серьезную штуку. И спасение человека. И очень часто только через то, что представители одного поколения не понимают они из-за того, чтобы привести Бога, они отштовкают их от Бога. Они с ним встречаются. И эти вещи еще наши первые христиане. Я хочу открыть один текст, хочу сделать в него что это другой раздел. И апостол помогает в какие-то очень ценные раз попробовать. Такая велика книга, что по алфавиту приходится открыться для потребностей евро. и и вот еще апостол покол это второй раздел 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 21 22 21 22 22 22 23 23 24 24 Ни? Это не библийно, выявляется. Но Библия выхлестовывает вот такие слова. Благай, заохочуй. Другая думка. Другая думка в этом тексте, который мы видим. Само в усьом, в самом себе дающий, как приклад добрый день. Дающий, как приклад. Это акцент, который здесь встал. У нас вразка добрый день. Наша задача представителей старшего поколения показать зразок. Я это говорю каждому и судим в том числе. Если этого зразка не будет, мы можем втратить поколение. Поколение, с которым мы сегодня маем справа, поколение, которое потребует спасение, поколение, которое потребует Бога. И тому нам нужно вивчать, понимать, и в евангельском тузе працювать с тем поколением, с которым мы сегодня маем справа. Для того, чтобы нам поменять, чтобы мы поменялись за каждое поколение. Каждое поколение имеет свою особенность. Я хочу сказать, что эта правила працювала в своротниках. Старшие должны понимать молодшие, но молодшие должны понимать их старшие. Поэтому мы, каждый из нас, обвязываемся досягать этого понимания. Вивчать речи, понимать речи. Через недостаток знания, Библия говорит, загадить народ. Знание невозможно. Люди, которые выбирают знания, это не молодые люди. И у них много проблем в жизни. Больше зазвищены, чем молодые люди. Поэтому нам нужно обучать поколение и нам нужно понимать поколение, которые служат и однажды, тем больше это особенно такое, что людей верят в жизнь.